Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. Сегодня речь пойдет, пожалуй, об одной из самых талантливых лошадей, когда-либо рождавшихся в Советском Союзе. У этого жеребца были все шансы стать олимпийским чемпионом в Тройборье, но судьба распорядилась иначе. Прекрасный арабо-тракен пакет, о котором в Англии даже была написана книга, и люди специально приходили на выводку, чтобы полюбоваться на него, был дисквалифицирован вместе со своим всадником на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году. Но для того, чтобы попытаться понять, что же произошло на конкурном поле в тот роковой третий день Олимпиады, давайте отправимся в путешествие и перенесемся в Советский Союз 1955 года. Зачем, спросите вы? Чтобы познакомиться с одним молодым человеком, бывшим студентом сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Юрием Ширяевым. Я прямо чувствую ваше удивление, поэтому поспешу объяснить причину, по которой сегодняшнюю подкованную историю мы хотим начать с рассказа об этом талантливом человеке. Увы, мы привыкли к тому, что в любом повествовании о великой лошади за скобками остается имя человека, принимавшего данное селекционное решение. Так произошло и в случае с героем нашей истории, жеребцом-пакетом. Несмотря на то, что Юрий Григорьевич Ширяев станет одним из самых выдающихся зоотехников XX века в нашей стране и даст спорту таких великих лошадей, как, например, топки, эспадрон, пакет. О нем сегодня невозможно найти никакой информации. Видимо, стоит устранить этот пробел. Итак, Юра Ширяев, московский юноша, выросший в районе Новослободской, был отчислен из Тимирязевской сельскохозяйственной академии формально за проступок. А в реальности за то, что не желал использовать профессиональные клише и шаблонно мыслить в зоотехнических вопросах, что вызывало сильное неудовольствие преподавателей. Неудобному студенту пришлось доучиваться в Алма-Ате в знаменитом советском зооветеринарном институте. Удивительно, но сразу после вручения диплома молодой перспективный зоотехник Юрий Ширяев получает от руководства главкоконеводства предложение стать ни много ни мало, главным зоотехником по коневодству конного завода имени Кирова. И сделал ему это предложение не кто иной, как уже знакомый нам Петр Прохорович Парышев. Так, сменив на должности Ивана Большакова, Ширяев начинает работать в Кировском. В подкованной истории, получившей название «Персона», посвященной Владимиру Аскаровичу Витту, мы уже рассказывали о том, почему 50-е годы стали трагическими для советского коневодства. Сейчас стоит лишь напомнить, что с середины 50-х годов в СССР началась кукурузная эпопея, а в придачу к ней был провозглашен лозунг «Догнать Америку по производству мяса и молока на душу населения». Уже в который раз мы обращаемся к этому лозунгу Хрущева и делаем это потому, что более страшным ударом по нашему коневодству были разве что война и развал Советского Союза. Итак, ссылаясь на успешный американский опыт, лидер страны объявил о необходимости на порядок увеличить площади пашин под кукурузу. Функционеры на местах тут же бросились исполнять указания и распахали лучшие земли, в том числе роскошные пастбища конных заводов на юге России. Результат всех этих непродуманных реформ окажется противоположным желаемому. Пострадает не только коневодство. Резко упадет урожай пшеницы и ржи, последует удар по личным подсобным хозяйствам селян, начнется кризис в сельском хозяйстве в целом, а затем и в промышленности. В стране введут продовольственные карточки, будут повышены цены, а вслед за этим начнутся волнения. Особо остро на все эти процессы отреагирует юг страны. Дойдет до того, что рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода прекратят работу, потребуют повышения расценок за свой труд и начнут забастовку. Создание завода управления будет сорван и сожжен портрет Хрущева. В итоге в Новочеркасск ведут танки. Выступление рабочих будет подавлено силами милиции, армии и КГБ. А вся информация об этих событиях, получивших название «Новочеркасский расстрел», будет на много лет засекречена. Вот в какое непростое время работал Юрий Григорьевич Ширяев в конном заводе имени Кирова. И тем не менее, за 15 лет, с 1955 по 1970 год ему удастся сделать, казалось бы, невозможное. От оставшегося после всех потрясений, надо сказать, совсем небольшого поголовья чистопородных тракенов, Ширяев получит легендарных спортивных лошадей, которые под седлом лучших всадников напишут блестящие страницы новейшей истории конного спорта. Будучи большим поклонником и знатоком чистокровной верховой и арабской пород, Ширяев не только систематизирует всю информацию по трофейным тракенам и их потомкам, но и строит свою работу на прилитии тракенам чистой крови для повышения их резвости и выносливости. И это будут не зоотехнические эксперименты, а выполнение запроса спортсменов на сильную, резвую и выносливую лошадь. Но обо всем по порядку. Стоит вспомнить, что самые яркие победы советских троеборцев были связаны с именем Валериана Никаноровича Куйбышева, который с 1959 по 1967 год являлся старшим тренером сборной команды Советского Союза. Тогда, в конце 50-х, за все три олимпийских дисциплины конного спорта отвечал Григорий Терентьевич Анастасиев. Он-то и пригласил Куйбышева, которого хорошо знал еще по высшей офицерской кавалерийской школе, возглавить сборную по троеборью, а сам оставил за собой выездку. К тому же, как спортсмен, Куйбышев выходил на старт Олимпийских игр 52-го и 56-го годов и, пожалуй, лучше других чувствовал слабое извение системы подготовки спортивных парок. И хотя менять эту систему начали сразу после 52-го года, оптимальные решения были найдены не сразу. До 1953 года при работе с молодыми лошадьми руководствовались наставлением по выездке строевой кавалерийской лошади, которая позволяла в течение 18 месяцев подготовить молодую лошадь к строевой службе, то есть добиться полного ее подчинения всаднику, обучить всему понемногу – манежной езде, прыжкам, работе на марше и в поле. Уже в ходе дальнейшего спортивного образования в троеборье главным принципом этого наставления добавлялась техническая подготовка, выездка, напрыгивание и упражнения на выносливость, которые нужно отметить в соревнованиях по троеборью, в отличие от выездки и конкура, отводится особая роль. Есть в троеборье и такое понятие, как скоростная выносливость лошади. И вот в 1959 году на чемпионате Европы наши троеборцы увидели, что их зарубежные коллеги сумели заметно повысить скорость передвижения по маршруту полевых испытаний. Следовательно, и советской команде надо было искать эффективные способы для повышения выносливости и резвости. И, разумеется, ставить новые селекционные задачи зоотехникам конных заводов спортивного направления. Ведь тот факт, что такие высокие нагрузки по плечу не каждой лошади, сомнений не вызывал. Вот тут-то и сложится прекрасный, можно сказать, творческий союз увлеченных идей профессионалов. И здесь стоит добавить, что в своей работе с троеборцами Валериан Никанорович Куйбышев в немалой степени опирался на помощь ветеринарного врача команды Арнольда Аркадьевича Лоскова, тоже имевшего опыт спортивных выступлений. Молодой специалист Арнольд Лосков не только держал под постоянным ветеринарным контролем каждую лошадь, что способствовало выбору оптимальных режимов тренировок, но и собирал научно-исследовательский материал. Впоследствии данные, полученные при подготовке троеборных лошадей к соревнованиям, лягут в основу его кандидатской диссертации. Поэтому сегодня, спустя годы, можно с уверенностью утверждать, что несколько раз подниматься на пьедестал почета европейских турниров 60-е годы, команде советских троеборцев помогли смелость и мастерство спортсменов, опыт и интуиция тренера, знания ученого и выдающаяся работа зоотехников, которые выполняли амбициозные селекционные задачи. Одним из тех, кому это удавалось блестяще, был Юрий Григорьевич Ширяев. В 1959 году одним из его гениальных селекционных решений была случка чистокромного арабского померанца с трокенинской эмблемой, внучкой знаменитого Пильгера. Несмотря на скромную кличку, пакет был необыкновенно хорош. Это была сильная, резвая и выносливая спортивная лошадь, обладающая отличными движениями и прыжком, то есть мечта любого спортсмена. Позже заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы Александр Евдокимов скажет о пакете. Он был настолько хорош, что если два повала на конкуре в год допускал, это было уже ЧП. А ведь тогда не было никакой доступной информации и уж тем более профессионального взаимодействия зоотехниками с ФРГ, специалистами по трокенинской породе. Поэтому остается гадать, интуиция ли, или какое-то сверхъестественное чутье подсказывала Ночкону Ширяеву эти гениальные подборы. И так наступил Олимпийский 68-й год. И в Мехико поехали. Герман Газюмов, Александр Евдокимов, Павел Деев и Светозар Глушков, бывалые бойцы, проверенные во многих спортивных баталиях. Советская команда троеборцев образца 68-го года выглядела отлично. В манежной езде наши конники лидировали в командном зачете. Лучший результат показывал Александр Евдокимов, чемпион Европы 65-го года, выступавший в Мехико тоже на трокене Кировского конного завода по кличке Фат, сыне известного в свое время чистокровного Фиделио. На втором и третьем местах были чемпионы Европы 62-го года Герман Газюмов на фугасе и, соответственно, Павел Деев на кировском трокене-пакете. Первая драма разыгралась на полевых испытаниях, маршрут которых пролегал по живописной долине Валье-де-Браво. Трудно найти в Мексике более удачное сочетание девственной природы, красоты архитектуры, тишины, спокойствия и безмятежности. И если бы проводили конкурс на титул города-рая, то Валье-де-Браво несомненно стал бы одним из финалистов. Но именно здесь, в этом раю, произошла трагедия. Как зачастую бывает у троеборцев, день соревнований начался с проливного дождя. Небольшая река, пересекавшая долину, вышла из берегов, стала стремительной и бурной. Именно здесь, при штурме этой водной преграды, погибает балерина, лошадь Светозара Глушкова. Спортсмены снимают соревнования, но в целом позиции нашей команды остаются прочными. Третье место после англичан и американцев. Сложный маршрут полевых испытаний лучше всех прошел французский всадник Гийон. За ним следовал троеборец из США Офарт. Третье место занимал Павел Деев. События последнего дня соревнований по троеборью разворачивались на конкурном поле. Соперники Деева выступили неудачно и дали ему шанс бороться за золото. Казалось, ничто теперь не может его остановить. Преимущество Павла Семеновича было так велико, что он мог позволить себе отпрыгать конкурт даже со штрафными очками. Но у Бога, как известно, пугающее чувство юмора. И невероятное случилось. Деев перепутал маршрут, преодолел препятствия не в той очередности и был дисквалифицирован. А советская сборная, имевшая после двух дней состязаний твердые шансы на командную медаль, лишилась вполне заслуженной награды. Эта драма оставит в сердце Деева рубец на всю жизнь. Тяжело переживал ошибку Павел Семенович, ведь он первым из советских всадников мог получить на Олимпиаде медаль в личном зачете. Однако в досадном сбое на конкуре была не только его вина. Разобраться в схеме, выучить ее наизусть, найти лучший вариант движения по маршруту спортсмену должен помогать тренер команды. И в Мехико эту должность почему-то занял Николай Федорович Шаленков. Сейчас уже невозможно точно установить, как могло произойти, что в предолимпийский год Куйбышева отодвинули от руководства троеборной сборной, то есть на переправе коня поменяли. Вот если бы с ними был Куйбышев, такого бы не произошло. Это мнение после Мехико можно было часто услышать. Но история не знает слова «если». Описываемые события действительно имели место, и сейчас важны лишь их последствия. И неважно, что бы случилось бы, если бы. Стечение ли обстоятельств, промах ли в подготовке, но долгожданные олимпийские награды обошли наших всадников. «Паша посидел у меня на глазах», – скажет друг Деева Александр Евдокимов. Так как же это случилось? Перед Деевым на пакете выступал американец. После дождя поле было скользким. Американец, заезжая с седьмого препятствия на восьмое, резко повернул, лошадь подскользнулась, и он упал вместе с ней. Павел Семенович, видя это, прыгает седьмое препятствие, аккуратно поворачивает направо, как бы на восьмое, а рядом с восьмой по ходу стояла десятое. И он прыгает десятое. Понял свою ошибку уже в воздухе, когда лошадь оттолкнулась и полетела. Он даже бросил повод и схватился за голову, но изменить уже ничего было нельзя. Спортивная судьба Деева сложилась так, что это было не единственное золото, которое он не выиграл, находясь в одном шаге от победы. Серебряный всадник. Это прозвище буквально приклеилось к нему и больно жалило. После драмы в Мехико Павел Деев уедет в конный завод имени Кирова, подальше от опостылевших вопросов и ранящих фраз типа «Ну как же так вышло, Паша?». Павел Семенович, конечно, долго не мог забыть этот случай, но все-таки с психологической травмой справился. Какое-то время он еще выступал, потом ушел на тренерскую работу и подготовил целую плеяду высококлассных троеборцев, в том числе и олимпийского чемпиона Юрия Сальникова. «Такое бывает раз в сто лет», писали в 68-м мексиканские газеты. Но мы-то помним еще один случай, произошедший на Олимпиаде 1912 года в Стокгольме с членом команды Российской империи Карлом фон Руммеле. У него тоже были все шансы стать первым олимпийским чемпионом по конкуру в истории отечественного конного спорта. Но на последнем препятствии маршрута его зяблик зацепил планку и рухнул, подмяв под себя всадника. Несмотря на страшную травму, фон Руммель вернулся в седло, закончил маршрут и даже занял 15-е место в индивидуальном зачете. Потеряв от боли сознание сразу после пересечения финишной черты, с переломом пяти ребер Карл фон Руммель оказался в стокгольмском госпитале. Впечатленный мужеством офицера, король Швеции Густав V приказал отлить точную копию золотой олимпийской медали и вручил ее русскому спортсмену в знак уважения и восхищения. А что за зяблик был под его седлом? Из дореволюционных газет можно подчеркнуть следующее. В возрасте восьми лет зяблик был забракован за прикуску в сотне Николаевского кавалерийского училища. Носил невнятное тавро ЕКД. И было очень маленького роста, всего два оршина, два вершка. Соответственно, чуть выше 150 сантиметров. Зяблик достался фон Руммелю за бесценок, но при всей своей невзрачности он оказался феноменальным прыгуном. Известно, что зяблик прыгал чисто под всадником два оршина, шесть вершков, что равняется примерно 170 сантиметрам. Сохранилось чудесное описание вестники русской конницы выступления зяблика и Карла фон Руммеля на конкуре в Михайловском манеже 27 февраля 1911 года. Программа по числу записанных лошадей небывалая. Приз охотничий. 10 препятствий, 48 лошадей. Розыгрыш этого приза вызвал сенсацию, так как первый приз блестящий, без ошибок. Выиграл в 1 минуту 18 секунд под поручик лейб-гвардии измайловского полка фон Руммель на маленьком рыжем мерине зяблики неизвестного завода с неясным тавром, указывающим на происхождение его Сдона. Гром бурных аплодисментов 2000-й публики сопровождал победу подпоручика фон Руммеля. Жаль, что зяблик, откуда-то с Дона, не стал олимпийским чемпионом. Но не менее обидно, что им не стал и великолепный тракенинский пакет. Но кто-кто, а пакет точно не переживал из-за этой неудачи. С селекционной точки зрения он был олимпийским чемпионом. И действительно, это был по-настоящему выдающийся золотой конь, огромной силы, невероятной выносливости и неописуемой красоты. Пакет еще много лет работал производителем у себя в родном Кировском заводе. И был идеальным косячным жеребцом, заботливо следящим за своим табуном кобыл. Наш пакет лучше любого пастуха, говорили в заводе. От него было получено 73 прекрасных жеребенка. Но это уже другая подкованная история. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok